Любая война с биологической точки зрения проявляет особый инстинкт, заложенный в сознании психологической модели человека и направляет вектор его мышления против собратьев по виду. Летом 1942 года офицер германских фронтовых частей СС, австриец по национальности, будущий лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц был взят в плен между речи Волги и Дона. В Советской России он провел плену долгие 6 лет. Биолог по образованию Конрад Лоренц сумел выжить на тяжелых изнурительных работах в окрестностях Караганды и помог выжить другим. Этот пленник хорошо знал, в хвостах каких ящериц содержится живительный глоток воды, какие корни безжизненной пустыни содержат витамины. Освободившись из плена, Конрад Лоренц занялся сравнительной этологией, наукой о поведении животных. И вот каким оказался главный вывод Нобелевского лауреата, ветерана Второй мировой войны. Есть веские основания считать внутривидовую агрессию наиболее серьезной опасностью, какая грозит человечеству в современных условиях. То есть не волки угрожают зайцам полным истреблением, а отношения внутри зайчего сообщества. Не потепление, будущий потоп, громадные кометы, болезни и другие катастрофы угрожают сегодня человечеству, а отношения внутри этого высшего вида животных. Жизнь есть везде, гласит сформулированный Владимиром Ивановичем Вернадским закон. Но везде есть и враги жизни, разные формы врагов жизни. Агрессия, заложенная в самой природе человека в определенные периоды истории, может быть востребована особого сорта политиками. Я называю таких политиков людьми с кровавым размахом. Когда на земле появляется критическая масса людей с кровавым размахом, начинаются мировые войны. По Берлину гуляли фантастические слухи, которые вынуждено было опровергать Министерство иностранных дел. Будто бы Германия и Советский Союз заключили еще одно секретное соглашение к полному торжеству Германии. Вермахту предоставлено право прохода через советскую территорию. В аренду рейху сдаются пшеничные поля Украины. Ну и конечно часть нефтяных промыслов Баку передается в распоряжение Германии. В обмен СССР получает свободный доступ к Персидскому заливу. Германские дипломаты опровергали эти слухи, распускаемые Министерством пропаганды. Эти слухи и другие были частью дезинформационной кампании, которую активно вела гитлеровская Германия. Советский же Союз подавал знаки. Например, 1 мая на мавзолее между Сталином и Молотовым стоял советский посол Германии Владимир Диконозов. И это было знаком того, что в Советской России особенно высоко ценятся дружественные отношения с этим рейхом. Следующим знаком было назначение 4 мая на партийной конференции на пост председателя Совета народных комиссаров, генерального секретаря ВКПБ Иосифа Сталина. Вячеслав Молотов становился заместителем председателя и по-прежнему оставался народным комиссаром иностранных дел. Это всего лишь узаконило фактическое положение дел в Советском Союзе, где без одобрения Сталина не решался ни один маломальски значимый вопрос. Но знаковой для мая 1941 года была и речь Сталина, произнесенная 5 мая в Кремле перед выпускниками военных академий. Это речи, последовавшие импровизацией советского вождя на приеме в честь выпускников, являются объектом острейшей полемики в исторических исследованиях и литературе. На следующий день, 6 мая 1941 года, правда поместила короткое, сухое, сугубо официальное сообщение о произошедшем событии. В информации правды, в частности, говорилось следующее. Товарищ Сталин в своем выступлении отметил глубокие изменения, произошедшие за последние годы в Красной Армии и подчеркнул, что на основе опыта современной войны Красная Армия перестроилась организационно и серьезно перевооружилась. Но есть несколько частных свидетельств о том, что говорил Сталин 5 мая в Кремле и, в частности, что прозвучало из его уст на банкете, который последовал сразу после приема. Одно из таких свидетельств принадлежит человеку очень сложной, драматической судьбы Василию Федоровичу Малышкину, в то время старшему преподавателю Академии Генерального Штаба, впоследствии комбригу и генерал-майору, попавшему в плен под Вязьмой. Так вот, будучи в германском плену, Малышкин давал показания, показания советнику германского МИДа Хильгеру, который проводил этот допрос. В Центральном архиве ФСБ Российской Федерации сохранилась запись этой беседы, протокол этого допроса. Малышкин в своих показаниях упомянул о очень любопытном эпизоде, который случился на банкете. Когда один из участников банкета предложил тост за советское правительство и проводимую им миролюбивую политику, то Сталин, который, по свидетельству Малышкина, был абсолютно трезв, корректен, взвешен, со свойственной ему решимостью и непреклонностью, возразил своему оппоненту. Утверждение, что советское правительство успешно осуществляло мирную политику, сказал, если верить Малышкину Сталин, является правильным. Однако сейчас это подчеркивать несвоевременно. Это значит неправильно ориентировать народ. Пришло время объяснить народу, что период мирной политики миновал. Дальнейшие цели Советского Союза могут быть достигнуты только применением оружия. В начале мая 1941 года в советском военно-политическом руководстве возобладало мнение о том, что войны с Германией определенно не избежать. Японская армия начала успешное наступление в Китае в направлении на юго-запад. Японцы разгромили пять дивизий Чанкайши и три дивизии китайских коммунистов. Были взяты в плен около 70 тысяч человек. Пленные подверглись жестокой селекции и истреблению. Впрочем, и японцы, попадавшие в китайский плен, почти не имели шансов выжить. Британские бомбардировщики числом в 359 самолетов провели разрушительный налет на гражданские объекты Гамбурга и Бремена. Война по взаимному молчаливому согласию разнуздывалась и убивала все больше мирных граждан. В ночь на 10 мая германские люфтваффе осуществили самый массированный налет устрашения на британскую столицу. В Лондоне возникли пожары, которые с трудом удалось ликвидировать к полудню следующего дня. Не исключено, что столь яростная бомбардировка была связана с событием, о котором официальные лица Великобритании всегда вспоминали и вспоминают до сих пор неохотно, а документы о нем будут рассекречены не ранее 2017 года. Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по национал-социалистской рабочей партии. Родился в 1894 году. Участник Первой мировой войны. Начинал воевать в пехоте. Был трижды ранен. В конце войны стал летчиком в эскадрилье, которой командовал Герман Герлинг. Восторженный почитатель Гитлера и его идей. Мистически настроенный нацист. Увлекался пилотированием самолетов, в том числе новейших типов. Тренировался в искусстве пилотажа на аэродромах фирмы Мессершмитт. В ночь на 10 мая Рудольф Гесс, входивший тогда в первую шеренгу руководителя рейха, совершил самый загадочный полет в истории Второй мировой войны. Вечером, 10 мая, на аэродроме города Аугсбурга самолет Мессершмитт 110, закрепленный за Рудольфом Гессом, был подготовлен к очередному тренировочному полету. Высокопоставленный нацист поднял самолет в воздух. Очевидно, Гессу пришлось вначале приземлиться на аэродроме в Дании для дозаправки горючим, потому что дополнительных баков с бензином на его самолете не было. По прошествии нескольких положенных часов на аэродроме в Аугсбурге подняли тревогу, и чтобы помочь Гессу посадить самолет, зажгли все опознавательные огни. На другой день заместитель Гитлера обнаружился в Шотландии, где упал его самолет, а сам Гесс приземлился на парашюте. Конечно, такой сенсационный эпизод Второй мировой войны, как перелет Гесса в Великобританию, уже оброс многочисленными версиями, догадками, предположениями, объяснениями. Последние из них говорят о том, что Гесс прилетел в Англию для того, чтобы способствовать заключению мирного договора между Германией и Великобританией, и даже предотвращению будущей войны с Советской Россией. В этом варианте Рудольф Гесс выглядит уже абсолютным миротворцем. В других версиях основная ссылка идет на психическую невравновешенность и громадное воображение Рудольфа Гесса, который сам себе внушил, что только он сможет предотвратить крушение Германии и гибель обожаемого им Гитлера. Ныне не исключается и версия того, что Гесс был завлечен в Англию тонкой игрой английской разведки, постоянно внушавшей немцам, что позиции Черчилля в качестве премьер-министра очень неустойчивы, и его легко заменить приемлемой для Германии кандидатурой во власти. Версии и версиями, но тогда в мае 1941 года перелет Гесса в Англию вызвал громадный переполох в Советском Союзе и опасения, что за спиной СССР готовится новый сговор Великобритании и Германии. Что бы ни ожидало нас в 2017 году, когда будут открыты засекреченные документы по делу Гесса, я думаю, что ничего нового мы там не узнаем, но Гитлер довольно быстро убедился в том, что миссия Гесса потерпела крушение. В Германии Гесс был объявлен сумасшедшим, и его надолго забыли. А вот анализ предшествовавших полету Гесса дней на этой же неделе говорит о том, что и Черчилль, и Гитлер догадывались о предполагаемом полете Гесса в Англию. В Германии продолжались работы по созданию реактивной авиации. На испытательном полигоне в Пенемюнде летчик-испытатель Хейни Дитмар на самолете Мессершмитт 163 достиг скорости в 1000 км в час. Это был важный рубеж в развитии мировой авиации. В середине мая в штабе оперативного руководства вермахтом ОКВ при участии фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, но под большим давлением Гитлера, как позднее объяснял на суде в Нюрнберге Кейтель, были выработаны и подписаны две директивы. Первая – об обращении с захваченными в плен советскими политическими военными работниками. Вторая – об особой подсудности в районе Барбаросса и об особых мероприятиях войск. 15 мая 1941 года, в тот же самый день, по раковому ли стечению обстоятельств, или просто по совпадению, Жданов проводил совещание с работниками кино в Центральном комитете ВКПБ. На этом совещании Жданов неожиданно сказал, «Мы используем все благоприятные обстоятельства для того, чтобы далее расширять фронт социализма». Жданову вторил Калинин, который 20 мая для слушателей высшей партийной школы сказал буквально следующее. «Основная мысль марксистского учения заключается в том, чтобы при всех огромных конфликтах внутри человечества всегда извлекать максимальную пользу для коммунизма». Наконец, в последних числах мая 1941 года, под видом больших учебных сборок, в Советском Союзе началась скрытая мобилизация, в соответствии с которой в войска было призвано более 800 тысяч человек, что составляло более 25% от общего числа мобилизованных, готовых встать под ружье в случае большой войны. Все эти люди были направлены примерно в 100 дивизий, рассосредоточенных в западных округах. В армию поступили, кроме того, 26 тысяч лошадей. По всем признакам страна готовилась к большой войне. Но война, которая началась 22 июня 1941 года, оказалась совершенно другой. Приметы возникновения Восточного фронта появлялись у мая одна за другой. На многие из них, даже при наличии такого желания у Сталина, было уже трудно закрыть глаза. 15 мая из района Кёнигсберга стартовал немецкий транспортный самолет «Юнкерс-52». Он миновал границу с Советским Союзом, преодолел три зоны ПВО, долетел до Москвы, сделал несколько кругов над стадионом «Динамо», где в это время проходил футбольный матч, и приземлился на центральном городском аэродроме. Экипаж объяснил свой беспримерный перелет ошибкой в навигации. Немецкие летчики будто бы летели в Берлин. Через несколько дней «Юнкерс-52» был отпущен домой и в сопровождении советских истребителей проследовал в Германию. Существует версия, что этот немецкий самолет доставил в Москву секретное личное письмо Гитлера Сталину, в котором фюрер старался усыпить бдительность советского вождя по поводу сосредоточения германских войск на границах. Не в этом ли письме, если оно, конечно, существовало, Гитлер жаловался на своеволие собственных генералов, о котором так часто упоминал Сталин вплоть до раннего утра 22 июня. Сталин ведь неоднократно заявлял, что это германские генералы рвутся к войне, а Гитлер стремится к прочному и длительному миру с Советским Союзом. В Северной Африке противники накапливали свои войска и технику. Роммель все еще не получил полновесную 15-ю танковую дивизию, которая по частям прибывала в Ливию. В мае германский генерал впервые понял, какова мера беспомощности итальянского флота и морской авиации, и насколько остро в связи с этим будет стоять перед ним проблема снабжения. Англичанам удалось провести большой конвой с Гибралтара в египетский порт Александрии. Сюда доставили 238 танков и 43 самолета-истребителя «Харикейн». Итальянские войска в Эфиопии капитулировали, и в английский плен направились около 38 тысяч солдат и офицеров. На аэродромах Южной Греции рано утром 20 мая выстроились немецкие десантники. Они принадлежали к двум дивизиям – 7-й парашютной и 5-й горно-стрелковой. Командовал имя генерал Курт Штудент. В зачитанном перед строем приказе говорилось – «Вы – элита германской армии, и докажете это в предстоящей битве. Не болтайте. Будьте спокойны, уверены, сильны и решительны. Не сдавайтесь». Через несколько минут транспортные самолеты и планеры с десантниками взмыли в воздух, и уже около 8 часов утра 20 мая на остров Крит с воздуха устремились 3000 немецких парашютистов первой волны. Поскольку на Крите вооруженных британцев вместе с греками было не менее 55 тысяч, то в Лондоне были уверены, что десант будет разгромлен. Действительно, несмотря на то, что к вечеру численность парашютистов на Крите удвоилась, положение немцев было тяжелым. Им все еще не удалось захватить хотя бы один пригодный для наращивания сил – аэродром. К тому же на следующий день, 21 мая, британский флот разгромил морской германский десант, который немцы пытались высадить на малых судах. Кровопролитное сражение завязалось за аэродром в окрестностях города Малема. Ледное поле все еще находилось под перекрестным огнем, когда немецкие транспортные самолеты стали приземляться на нем под аккомпанемент английских мин и снарядов. В таких условиях на остров постепенно было переброшено около 22 тысяч десантников. Парашютисты несли большие потери. Английские и греческие части сражались упорно. Решающим вкладом, кроме прекрасной выучки германских десантников, их воодушевление и настрое на победу было полное господство немецкой авиации. В ночь на 28 мая началась эвакуация британских войск с острова Крит. Она продолжалась до 31 мая. Эвакуация проходила под непрерывными ударами немецкой авиации и в отличие от других английских эвакуаций из Дюнкерка, из Нарвика, даже совсем недавно из Южной Греции, успешно ее назвать трудно. Из 55 тысяч защитников острова эвакуировано было около 16 с половиной тысяч человек. Остальные союзные войска, около 39 тысяч, или погибли в боях, закрыты или попали в плен. Потери британского флота, три крейсера, шесть эсминцев. 13 кораблей получили серьезные повреждения, в том числе два линкора и авианосец. Потери немецких десантников, 4 тысячи убитых, более 2,5 тысяч раненых. Гитлера не столько обрадовал захват острова, сколько огорчили потери десантников. Впредь Гитлер запретил проводить столь масштабные операции воздушно-десантных войск. В конце мая Гитлеру пришлось пережить еще одну крупную военную неприятность. В Германском флоте к весне 1941 года были спущены на воду два крупнейших линкора, Бисмарк и Тирпиц. Оба они превосходили по огневой мощи скорости хода и многим другим показателям английские линейные корабли. Тирпиц к весне 1941 года еще достраивался, а Бисмарк был полностью готов к боевым действиям. Гитлер считал, что оба линкора должны использоваться в качестве угрозы и рисковать ими нельзя. Но гроз адмирал Рейдер уговорил Гитлера согласиться с задуманным им рейдом Бисмарка в Атлантику. 18 мая линкор Бисмарк вместе с тяжелым крейсером «Принц Ойген» под командованием вице-адмирала Люттинса направился в Атлантику. Рейдер полагал, что линкор отвлечет на себя английские линейные корабли, а тяжелый крейсер в это время сможет разгромить несколько британских конвоев. В Лондоне о немецких рейдерах, идущих на север, узнали 21 мая. Мощные британские эскадры были выдвинуты в район Датского пролива между Исландией и Гренландией. В северной Атлантике, несмотря на резкое ухудшение погоды, два английских крейсера «Саффолк» и «Норфолк» обнаружили германские рейдеры. 23 мая Бисмарк открыл огонь. Британские крейсеры отошли, продолжая поддерживать радиолокационный контакт. Английская эскадра адмирала Холланда шла на перерез рейдерами. Ранним утром 24 мая произошло морское сражение между английскими линейным кораблем «Принц-Офф Уэллс» и линейным крейсером «Худ» против «Бисмарка» и «Ойгена». Первые же залпы главного калибра «Бисмарка» накрыли «Худ», вызвали пожар и последующие чудовищные силы взрыв. «Худ» перевернулся и через несколько минут скрылся под водой. В Берлине эта победа немецких рейдеров вызвала ликование. Гитлер пребывал в радости. Но ни он, ни руководители ВМФ не знали, что и линкор «Бисмарк» был поврежден. Два крупнокалиберных английских снаряда пробили топливную цистерну линкора, и он двигался, оставляя густой видимый след. Адмирал Лютинс решил прекратить рейд и повернул на юго-восток в направлении французских портов. За «Бисмарком» началась настоящая охота. Британский флот собрал все свои наличные силы. Сначала на исходе дня 24 мая «Бисмарк», который в одиночестве уходил на юг, разделившись с принцем «Ойгеном», продолжавшим рейд, был атакован девятью самолетами-торпедоносцами с авианосцем «Викториас». Германский линкор попала всего одна торпеда, но и она серьезных повреждений ему не причинила. Затем «Бисмарк» был потерян, и британское адмиралтейство не знало, каким курсом и куда он движется. 25 мая в 10 часов 30 минут летающая лодка «Каталина» совершенно случайно обнаружила «Бисмарк». С этого момента судьба германского морского гиганта приобрела сугубо трагический оттенок. Вечером ударная группа самолетов с «Викториаса» повредила «Бисмарку» винты и вывела из строя рулевое управление. После этого линейный корабль был обречен. Развязка наступила утром 27 мая. «Бисмарк» был окружен английскими кораблями, его беспрерывно накрывали залпами. Через полтора часа избиения германский линкор перестал огрызаться, превратившись в громадный погребальный костер. Англичане добивали его торпедами. Недавно стало известно, что командир «Бисмарка» Эрнст Линдеман приказал затопить корабль. Линкор, не спустив флага, ушел на дно. Из его экипажа в 2200 человек были спасены 115 моряков. Известие о гибели «Бисмарка» вызвало в Великобритании чувство неумеренной гордости и как-то подсластило горечь среди земноморских неудач. А Гитлер, преодолев состояние шока, впал в бешенство. Ведь его интуиция была против похода «Бисмарка». С этого дня гросс-адмирал Редер, главнокомандующий германским военно-морским флотом, перестал пользоваться доверием фюрера. 28 мая правительство Виши подписало «Парижские протоколы о военном сотрудничестве и военной помощи Германии». Нацисты могли теперь использовать французскую военную промышленность в своих целях. В мае 1941 года в девятом номере журнала «Большевик» Сталин опубликовал свою работу, написанную еще в 1934 году, о статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма». Это была острая последовательная критика Энгельса. Основоположник был подвергнут критике за национальную дискредитацию России, русофобию и непонимание роли Великобритании в разжигании Второй мировой войны и остейших англо-германских противоречий. Конечно, публикация подобной работы в 1934 году была бы несвоевременной, но в мае 1941 года, критикуя ненавистного для руководства Третьего рейха Энгельса, Сталин давал Гитлеру знак и указание на то, что его постоянный, последовательный враг – это Великобритания. Но Гитлер уже не был способен развернуть свою машину в обратном направлении. В мае воздушные границы Советского Союза ежедневно нарушались германскими самолетами по несколько раз. Газеты Германии одна за другой перепечатали статью начальника отдела печати Министерства пропаганды Отто Дитриха. Статья была посвящена некой постоянной угрозе, мешающей процветанию и существованию Третьего рейха. Холодный май 1941 года заканчивался. На российских реках продолжалось бурное, позднее, весеннее половодье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok